Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы для библейского портала «Экзегет». К нам поступил вопрос, зачем Христос погружался в Иордан? Ведь он безгрешен? Очень интересный с богословской точки зрения и с библистической точки зрения вопрос. Давайте попробуем разобраться. Иоанн Креститель, когда выходит на крещение, а что есть крещение? По-гречески — баптизма. Это слово обозначает погружение, купание. Поэтому Христос, конечно, крестится не так, как крестимся с вами мы. Иоанн Креститель, пророк, проповедник покаяния. Притом в иудейской среде того периода существовали такие, такая партия, как есеи, которые практиковали частые омовения, которые были как раз-таки предназначены для иудеев законом, для отмывания от какой-то скверной, ритуальной нечистоты. Но есеи практиковали эти погружения еще и с точки зрения омовения от моральной нечистоты, от согрешений, не связанных с ритуалом. И у них этих погружений было достаточно много. Иоанн Креститель предлагает своим последователям, своим ученикам, весть о грядущем Спасителе, грядущем Мессии. Более того, он пророк, возникший, пришедший в Израиль спустя длительное время ожидания пророка. Пророческий период закончился, начался период синагог, период раввинов, период вот такого богословия книги, а пророческое харизматическое служение заканчивается. Еще достаточно недолгое время после возвращения из пленения Вавилонского, и все, пророческое служение заканчивается. Что он предлагает? Он предлагает очищение от грехов через погружение в воды Иордана. Скорее всего, место, где стоял Иоанн Креститель, должно было отвечать определенным признакам. Креститель Иоанн и крещаемый им человек находились по горло в воде. Человек исповедовал Иоанну свои согрешения, и тот его омывал. И вот Христос приходит на Иордан. И этот вопрос, который вы задали для библейского портала «Экзегет», он тоже связан с тем вопросом, который задает предтеча. «Зачем ты пришел ко мне креститься? Это я должен у тебя креститься». Но Христос предлагает ему исполнить всякую правду. Что значит правда? Всякую праведность. Да, Христос безгрешен, и ему не нужно крещение. Здесь есть масса комментариев на этот счет. Некоторые говорят, что Христос, войдя в воды Иордана, тем самым берет на себя грехи всего мира. Те грехи, которые символически, условно оставляли эти люди в водах Иордана, Христос берет на себя последствия этих согрешений. Второе. Конечно, мы видим явную весть, которую должен распространять Иоанн предтеча. Должна совершиться вот эта преемственность, когда он будет говорить о Христе как о том, над которым он видел Духа Святаго, сходящего в виде голубя, и слышал голос Отца. Впоследствии мы зададимся вопросом, почему же тогда Иоанн предтеча посылает своих учеников из темницы ко Христу узнать, он ли Мессия или другого нам ожидать? Скорее всего, не потому, что ему необходимо было это уверение, а ученикам. Но та информация, то благовестие, которое постигается человеком извне, не из личного опыта, оно достаточно слабое. А здесь Иоанн предлагает этим ученикам обратить внимание на Христа и самим уверовать в его мессианское достоинство, в его высшее служение, которое он пришел принести в этот мир. Далее. Но мы с вами крестимся, ведь правда, мы крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это связано с двумя направлениями традиции восприятия вот такой баптизмы, погружения в воду. Первая иудейская, о которой мы уже с вами сказали. А вторая же история связана с римским правом, с римскими традициями. Когда человек покупал раба, он приводил его в свой дом, он снимал с него одежду, давал ему новую, погружал его в воду, подстригал ему волосы и давал ему новое имя. Отныне этот человек умирал для жизни прошлой и рождался для жизни нынешней. Так вот, обращая внимание на это и соединяя эти две традиции, эти две философии крещения, мы с вами приходим к той идее, которую имеем сейчас. Мы крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во отпущение грехов, во оставление грехов, оставляя свое прошлое в прошлом. И в то же время, приходя к крещению, мы усыновляемся Отцу Небесному. Мы делаем те абсолютно бытовые, понятные действия купания, но во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Бога. И через это мы усыновляемся Ему. Я надеюсь, что я раскрыл тот вопрос, который вы задали библейскому порталу «Экзегет» и благодарю вас за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.